Итак, всем привет! Мы продолжаем с вами делать риггинг лисы. Для начала давайте сплайн спины подчиним также глобальному контроллеру. Далее, находясь в виде спереди, давайте выберем инструмент сустав и создадим кость ключицы зажатым контроллом. Так, примерно... Давайте сейчас привязку пока отключим. Так, примерно отсюда и до плеча. Где-то вот так вот. Так, чуток давайте подправим. Вот так вот возьмем поближе и растянем сустав. Давайте обнулим координаты костей. Так, стоп, контролл, зет. Перейдем в режим редактирования осей. И сразу обнулим координаты косточек. Очень хорошо. Теперь давайте переименуем. Итак, это у нас левая ключица. Сустав давайте первый назовем левая ключица 1. Второй, соответственно, левая ключица 2. Отлично. Так, возьмем сустав левая ключица 2 и еще немного, наверное, вот вниз опустим. Вот так вот. Обнулим координаты. Нажмем применить. Так, да, примерно так. Теперь давайте мы ключицу свернем и подчиним дочерним объектам под кость грудь. Перетащим ее вот сюда. Вот у нас идет корень кости груди, 0 объект. И первая же кость у нас идет грудь. Давайте перейдем в режим перспективы. И убедимся в том, что ключица у нас располагается в центре объекта. В центре геометрии. Вот сейчас мы видим, что она как бы идет немножко вперед. Давайте мы ее сдвинем. Попробуем перейти в вид сверху. И немного сдвинуть ее назад. Не забудьте отключить режим редактирования осей. Давайте сделаем представление каркас. Еще раз представление. А, линии, извиняюсь, вот еще раз. Представление и выбираем линии. И посмотрим, где у нас стоит ключица. Еще немного можно сдвинуть назад. Перейдем в вид, давайте сбоку посмотрим. Примерно можно ее выровнять по центру круговых полигонов в области плеча. Давайте попробуем так и сориентироваться. Да. Как раз она сейчас располагается посредине почти кости груди. И почти по центру вот этих вот круговых полигонов. Еще раз давайте посмотрим вид спереди. И, наверное, можно еще чуть-чуть сустав включится 2, сдвинуть ближе к плечу. Отлично. Продолжаем. Теперь давайте создадим с вами кости руки. Включим привязку. Давайте проверим, что стоит привязка по осям. Да, стоит привязка по осям. Выбираем инструмент сустав. И начинаем создавать кости для руки. Присоединяем их к ключице. Не забудьте держать Ctrl. Так. Следующая косточка. И в области кисти мы ставим. Отлично. Давайте перейдем в вид сверху. Выберем корень. Выберем инструмент смещения. И в виде сверху также подправим. Присоединяем ключицы. Еще раз проверим. Все. У нас присоединилось. Вернемся в вид. Давайте спереди. Да, соединение не нарушилось. Посмотрим в перспективе. Очень хорошо. И перейдем снова в вид сверху. Вот тут в виде сверху нам надо будет с вами подправить суставы. Немного сдвигаем косточку вглубь руки и выравниваем в области локтевого сустава. Очень хорошо. То же самое проделываем здесь. Так, пока мы не забыли, давайте-ка мы вернемся к ключице. Вот. Выберем кости ключицы и добавим их к слою скин объекты. Отлично. И одновременно теперь выберем инструмент выделения кости. Давайте зажмем замок. И также перетащим кости ключицы в выделение. Так, давайте их пониже. Отлично. Отключим замок и продолжаем работу. Так, теперь давайте снова перейдем к рукам. И выровним косточки в режиме редактирования осей. Так, 0. Применить. Обнуляем значение. Применить. Давайте переименуем. Это у нас будет левая рука. То есть, давайте назовем так. Значит, это у нас, да, все правильно. Левая рука. Первый сустав это у нас левое плечо. Дальше идет левый локоть. И заканчиваем мы левой кистью. Так, нижний прочерк. L. Нижний прочерк. Кисть. Очень хорошо. Теперь, к ноль объекту левая рука мы добавим тег персонаж и выбираем тег принуждения. Здесь ставим галочку PMV. Переходим в настройки PMV. И здесь оставляем галочку только напротив слова позиция. Вот сюда в цель мы переносим косточку ключица 2. Вот она. Отлично. Давайте перейдем вид спереди. И теперь у нашей руки от плеча мы создаем с вами IK цепь. Идем в правой кнопкой мышки персонаж теги и выбираем IK. Указываем конец цепи левая кисть и добавляем цель объект. Также создаем направляющий вектор. Давайте перейдем в режим перспективы. выделим все кости добавим их к слою скин объекты выберем выделение кости поставим замок так выберем все косточки руки и также кинем их вниз. Отлично отключим замок выберем направляющий вектор давайте мы его изменим в виде звездочки немножко уменьшим размер сделаем синий цвет и немножко сдвинем назад подвигав кисть цель мы проверяем что сейчас локоть у нас изгибается так как нужно то есть идет назад давайте сделаем ctrl z очень хорошо и продолжаем работать перейдем у плеча в тег i k и настроим сжатие и растяжение растяжение поставим на 100% сжатие давайте укажем 20 теперь смотрите направляющий вектор плеча мы с вами подчиняем глобальному контроллеру вот так вот теперь давайте создадим еще один ноль объект в его настройках давайте сделаем его например пирамидой выравнивание поставим x y и привяжем его к координатам кисти так вот сюда давайте перейдем вид спереди и сделаем привязку так вот у нас привязка произошла давайте в виде сверху посмотрим выравниваем выравниваем сверху все хорошо перейдем в перспективу и уменьшим размер пирамиды так в данном случае пирамида не очень то и смотрится давайте давайте выберем куб да куб будет лучше идем в общий включаем цвет и делаем синего цвета мы с вами договорились что одна сторона у нас будет синяя противоположная сторона будет красная и теперь мы переименуем данный объект нижний прочерк L нижний прочерк контроллер руки очень хорошо теперь смотрите под контроллер руки мы закидываем левую кисть цель а сам контроллер левой руки мы закидываем дочерним объектом под глобальный контроллер вот так вот теперь давайте выберем контроллер руки выберем левая кисть выберем зажатым контроллом то есть шифтом извиняюсь направляющий вектор зайдем в координаты и зафиксируем так фиксировать опустимся вниз выберем инструмент выделения контроллеры объект создадим замок так поднимемся вверх выберем левый контроллер руки выберем цель и выберем направляющий вектор и закидываем их вниз очень хорошо так давайте посмотрим что у нас получается на данном этапе выберем контроллер руки да вот у нас рука работает теперь нам надо с вами создать контроллер для ключицы так но прежде чем мы создадим контроллер для ключицы давайте быстренько все свернем и саму левую руку мы также подчиняем дочерним объектом под глобальный контроллер отлично теперь давайте зайдем в объект сплайны выберем шестиугольник отпасштабируем его так перейдем в режим отображения вид спереди и немного поднимем его вверх пока отключим привязку чтобы у нас все двигалось без подергиваний так вот так вот опустим чуть-чуть вниз еще уменьшим продублируем и дубликат развернем на 90 градусов давайте перейдем в перспективу посмотрим как это выглядит хорошо выбираем выбираем оба объекта переведем их в редактируемые нажимаем правой кнопкой мышки выбираем объединить объекты и удалить сразу же давайте переименуем его в левый контроллер ключицы отлично зададим ему цвет так вот здесь вот у нас замочек стоит давайте замок пока уберем выберем контроллер ключицы зададим ему цвет включено цвет выберем синий окей вернемся вид спереди включим режим привязки перейдем в режим редактирования осей выберем контроллер ключицы инструмент смещения и точку центр объекта или его пиво точку фиксации мы с вами перенесем прилинкуем так сказать косточки ключицы вот сюда вот давайте это сделаем отлично давайте посмотрим в виде сверху отключим геометрию пока так вот нам надо сдвинуть назад все вот у нас ключица с вами и вот мы привязали или прилинковали как говорится точку фиксации контроллера ключицы или пивот косточки самой ключицы отлично отключаем режим редактирования объекта теперь перенесем данный контроллер ключицы под косточку грудь и под нее же дочерним объектом перенесем ключицу давайте посмотрим что у нас получилось выберем контроллер и попробуем его подвигать вот как вы видите при движении данного контроллера у нас с вами происходит вот такое вот движение руки единственное мы с вами сюда еще добавим ограничения так давайте сначала мы что сделаем мы данный контроллер добавим к слою контроллеры выберем выделение контроллеры объект и сюда же закинем контроллер ключицы очень хорошо сразу же давайте сделаем фиксацию заходим координаты и выбираем зафиксировать все теперь нажимаем правой кнопкой мышки выбираем теги cinema 4d и выбираем тег защита так давайте еще раз значит правой кнопкой мышки cinema 4d тег защита здесь смотрите мы с вами заблокируем размер и заблокируем с вами ось x и z по перемещению но разрешим y вращение у нас все будет разрешено давайте посмотрим что получилось теперь если мы выберем контроллер ключицы то мы его с вами не сможем смещать вверх и вниз то есть это не будет вызывать ошибку то есть извиняюсь не вверх-вниз а влево-вправо и вперед-назад но мы сможем с вами приподнимать ключицу вверх-вниз отлично и мы сможем ее с вами вращать по всем трем осям очень хорошо давайте снова зафиксируем объект так координаты зафиксировать все ну что ж на этом урок закончен до встречи в следующий раз всем пока пока